Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики и гости моего канала. Независимо от своего национального и религиозного происхождения, добро пожаловать на мой канал, дорогие мои. Как известно, Грузия возобновила авиасообщение с Российской Федерацией. И многим западным странам, точнее почти всем западным странам, это, мягко говоря, не нравится. Они стали выдвигать свои претензии в отношении Грузии, мол, как вы посмели возобновить авиасообщение с Российской Федерацией. Весь мир сейчас должен думать только о том, чтобы уничтожить Российскую Федерацию. Вы должны немедленно прекратить все авиасообщения с Российской Федерацией и прекратить все дипломатические отношения с Российской Федерацией. Да и вообще границу с Россией нужно закрыть. Зарубите это у себя на носу, дорогие грузины, говорят сегодня западники. Во-первых, никто не имеет никакого права указывать Грузии, как им быть и что им делать. С какой страной возобновлять авиасообщение, какой страной не возобновлять, Грузия решит сама. Никто грузинам в этом вопросе не нужен. Это первое. Второе. Ставить, то есть закрывать все границы с Россией и прекращать все дипломатические отношения с Российской Федерацией означает, что поставить железобетонный крест на грузинской экономике. Объясняю. Основным доходом грузинского государства является туризм. Подавляющее большинство туристов в Грузию являются туристами из Российской Федерации. Так что данный вариант, как говорят братки на зоне, также является фуфлыжным. Хотя, в принципе, все западные варианты являются фуфлыжными. Даже вот Америка сделала заявление, что пусть Грузия немедленно отменит хотя бы безвизовый режим с Россией, если не хочет прекращать авиасообщение. Так если Америка так любит Грузию, пусть сама уберет визовый режим, пусть сделает безвизовый режим с Грузией. Вы же любите грузин, дорогие американцы, сделайте безвизов. Грузия же ваш союзник. Вы не сделаете никогда безвизовый режим с Грузией. Почему? Потому что виза является доходом для американского государства. Любая страна, которая, граждане любой страны, вернее, которые хотят попасть в Америку, в обязательном порядке должна оформлять визу в Америку. Это же доход для американского государства. Американское государство является демократическим, вернее, государством. А что такое американская демократия? Американская демократия – это власть денег, выбранная за деньги ради денег. Это еще говорил знаменитый писатель-сатирик Михаил Николаевич Задорнов, «Царство ему небесное». Глядя на сегодняшнюю ситуацию, я понимаю. И еще раз хочу сказать, «Царство вам небесное, дорогой Михаил Николаевич, вы были гениальным человеком. Да упокоится ваша душа с миром». Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok